Здравствуйте! Я Владимир Ощенко и в эфире информационно-аналитическая программа «Выводы». Стремительно пролетает неделя, но мы вместе с коллегами восстановим картину приморских событий за 7 дней. Вот о чем мы расскажем в первой части выпуска. Муниципальный фильтр. В чем суть процедуры и весть из полей, как проходит процесс? Говорим, как есть. По факту. Рыба на прилавках приморских магазинов подешевела. Дорожная сеть Приморья. В плачевном состоянии. Какие важные решения уже принял глава региона и каких стоит ожидать в ближайшее время в связи с бедами приморских дорог и мостов? Приморье предстоит сделать выбор и определиться, кто будет управлять краем. Напомню, выборы губернатора назначены на 16 декабря. Можно сказать, что избирательная кампания уже началась. 26 октября в пятницу край избирком объявил процедуру подачи документов от всех, кто решил побороться за главную руководящую должность Приморья. Тем кандидатам, кто идет от партии, в край избирком следует предоставить только 140 подписей от муниципальных депутатов и глав. А самовыдвиженцам еще и 7 тысяч подписей рядовых приморцев. Миновать процедуру прохождения муниципального фильтра нельзя, иначе кандидата просто снимут с предвыборной гонки. Таков закон. На прошлой неделе некоторые кандидаты дали официальную отмашку работе своих предвыборных штабов и приступили к сбору подписей в свою пользу в городах и районах Приморья. На текущий момент среди желающих побороться за главную руководящую должность Приморья 15 человек. Пять из них выдвинули кандидатуры самостоятельно, остальные идут от политических партий. В этом списке Андрей Андрейченко от ЛДПР, Олег Митваль от экологической партии «Зеленые», Станислав Полищук от партии «Социальных реформ, прибыль природных ресурсов народу», Виктор Старицын от Коммунистической партии «Социальной справедливости», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России». В субботу своего кандидата выдвинула политическая партия «Коммунисты России» и им стал Максим Сурайкин. Этап подачи документов от желающих побороться за главную руководящую должность края в крае-избиркоме стартовал неделю назад. Процедура обязательная, но больше формальная. Следующий этап сложнее. Каждому кандидату необходимо пройти муниципальный фильтр. Тем, кто идет от партии, нужно собрать подписи 140 глав приморских городов и депутатов муниципальных дум. А самовыдвиженцам заручится поддержка еще и голосами 7 тысяч избирателей. Депутат или глава может подписаться только за одного кандидата. Это важно учитывать, потому что при проверке документов мы сопоставляем между собой те подписи, которые представил каждый из кандидатов. Кандидат Алексей Тимченко, идущий на выборы от партии «Рост», уже приступил к сбору подписей. Говорит, задача реальная, опыт имеется. Вместе с партийцами собирали подписи в поддержку лидера Бориса Титова, когда тот баллотировался на пост президента страны. Понятно, что я не успею объехать сей района, но моя команда постарается прибыть практически в каждый район, в каждый муниципалитет, для того, чтобы в том числе исследовать проблематику, которая есть и для жителей Приморья, и для предпринимателей Приморья, и для различных слоев населения. Роза Чемерис, кандидат от регионального отделения партии «Союз женщин России», вместе с командой уже приступили к сбору подписей муниципальных депутатов и глав приморских городов. Помогают все. Я ведь понимаю, что для того, чтобы получить поддержку достаточно большого количества депутатов, это 140 человек как минимум, надо практически с каждым встретиться, представить хотя бы тезис на свою программу. К счастью, многие меня знают, это идет, конечно, на пользу. Я действительно искренне надеюсь, что удастся получить необходимое количество подписей и быть зарегистрированным кандидатом. Среди кандидатов на пост губернатора пять самовыдвиженцев заявились Александр Щербаков, Пиктор Васильев, Вячеслав Гнездилов и Павел Михальченков. Олег Кожемяка подал документы в Крайсберком первым, открыл свой избирательный счет и предвыборный штаб. Мероприятие получилось торжественным. Поддержать кандидата пришли те, кто с ним просто знаком и работал. Вот, к примеру, адмирал Константин Сиденко. Когда командовал Тихоокеанским флотом, помогал Олегу Кожемяка спасать Корякию. Из-за срывов поставок дизельного топлива в 2005-м в округе встали все коммунальные системы. Люди могли замерзнуть. На открытии предвыборного штаба выступили и молодые волонтеры, которые приступили к сбору подписей в поддержку Олега Кожемяка на выборах губернатора. Собирали подписи в торговых центрах. На данный момент мы собрали около 1470 подписей. И еще столько же к нам везут сюда. Возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора есть по 18 ноября. Еще неделю члены Крайзберкома отводят себе на проверку подлинности всех подписей. И 24 ноября будет составлен окончательный список фамилий кандидатов, которые войдут в избирательный бюллетень. Виктория Лобецкая. Выводы. Виктория Лобецкая. Приморцы справедливо говорят, дорог нет. А те, что есть, часть в аварийном состоянии, часть до сих пор не восстановили после наводнения в августе. Еще хуже ситуация с мостами. Аварийных в Приморье 150 объектов. Один из них, мост через реку Осиновка, обрушился 26 октября. Сейчас там оперативно идут восстановительные работы. Давайте посмотрим, как изменилась картина в целом за минувшую неделю. И каких все-таки изменений в сфере дорожного хозяйства будем ожидать в ближайшее время. Светлана ехала по улице Каленина, как вдруг удар и машина встала. Авария произошла в районе общественной остановки Пески. Иномарка прямиком угодила в огромную яму на проезжей части. Скорость небольшая, 50-60 где-то вот так было. Ну, адекватно, чтобы ехать и обрылить ямку. Смотрю просто на всю полосу вот этого вот дырень. И встречка едет и просто как объехать. Чтобы починить машину, девушке предстоят серьезные траты из собственного кошелька. Светлана решила пойти другим путем. В суде взыскать деньги за ущерб с дорожных служб. Ведь это в их видении содержать городские дороги. В том числе вовремя устранять ямы и выбоины. А в них не только Владивосток. Состояние дорог по краю вызывает возмущение приморцев. О том, что в краевом центре сорвали график планового ремонта дорог, на прошлой неделе жестко высказался глава региона Олег Кожемяка. Отметил, что в городе, который претендует на звание столицы Дальнего Востока, не должно быть таких дорог и потребовал до холодов завершить ямочный ремонт. Дорожники приступили к работам. Техника вышла на Тунгускую, Шилкинскую, Русскую, Кирово, а также на Крыгина, Багратиона, Стрелочную и Луговую. Вызывает недоумение у главы региона и аварийный ремонт дорог в крае после наводнения. Олег Кожемяка назвал ситуацию, которая сложилась из-за нерасторопности чиновников, абсурдной. Вы зачем эту ситуацию дотянули до того, что каждый житель Приморья, каждый житель Приморья сегодня говорит об этих дорогах. Начали разбираться, так и деньги лежат неосвоенные. И дороги не делаются, и последствия чрезвычайной ситуации никаким образом даже не расцениваются в департаменте. Даже не дается возможность подрядчикам заработать. Те, которые на местах есть, они бы быстрее сделали. На прошлой неделе в телевизионном интервью Олег Кожемяка озвучил свой взгляд на ситуацию с дорожной инфраструктурой. В крае нет системы и грамотного подхода к управлению дорожным хозяйством. До наступления холодов глава региона поручил дорожникам края в кратчайшие сроки отремонтировать самые поврежденные участки дорог. Работать, если потребуется, 24 часа в сутки. Также намерен привлечь контроль за дорожными работами и общественных помощников. Но это меры первоочередные. Есть и кардинальные. Они касаются кадровых перестановок. По согласованию с Минтрансом на должность краевого департамента дорожного хозяйства придет новый, более опытный человек, хорошо знающий дорожную сеть края. Замена руководства уже произошла и на краевом предприятии «Примавтодор». На «Примавтодор» зайдет Шершов. Вот он ранее работал короткое время. Но его хотя бы имеет опыт работы. И эта кондитура согласована с министром транспорта. Что тоже немаловажно. С тем, чтобы мы работали в едином ключе, в едином формате. Чтобы и департамент дорожного хозяйства взял человек, который знает и систему управления отраслью, и взаимоотношения с федеральным министерством. Новым руководителям предстоит серьезно переформатировать подход в работе дорожного хозяйства региона. Проблем накопилось много, а решать их надо сейчас. В плачевном состоянии находятся километры дорог и мосты. Последних в крае насчитывается 1600. 400 требуют ремонта. А 150 из них вообще в аварийном состоянии. Мост через реку Осиновка, обрушение которого произошло 26 октября, реально подтверждает недовлетворительное состояние инфраструктуры в целом. На завершение восстановительных работ на этом участке Олег Кожемяк отдал дорожникам две недели. На прошлое уже приступили к асфальтированию временного объезда. В декабрю дорога через село Осиновка станет основной, через которую будет идти весь транспорт до тех пор, пока не построят новый мост. Виктория Лобецкая, выводы. Цены на рыбу в магазинах крупных торговых сетей снижены. Об этом раньше много говорили, Олег Кожемяк сделал. Договорился с представителями бизнеса и рыбодобытчиками не завышать цены, а продавать с минимальными наценками. В первую очередь это касается наваги, горбуши, ментая, камбал и сельди. Про то, что в морском крае рыба дорогая, дороже чем в Сибири, за Уралом и центральных регионах, в Приморье разговоры шли давно. И эта ситуация возмущает население. При этом наши соседи из таких же морских территорий, как например Сахалин, проблему смогли решить. Там действует специальная программа «Доступная рыба». Основное ее достоинство в том, что все от поставщиков до торговых сетей знают свой лимит наценки. Он четко прописан. И он минимален. Выше никто не поднимает, потому что договорились и люди имеют возможность покупать рыбу по доступной цене. Аналогичная программа заработала и в Приморье. Если из новостей, в которых сообщалось на прошедшей неделе о подешевевшей рыбе в Приморье, убрать канцелярские слова, соглашение, согласование, документ, программа, договор, то получится простая история. Выходец из Приморья Олег Кожемяка назначается в Кремле первым должностным лицом края до выборов, приезжает сюда, начинает проводить встречи с приморцами и то там, то тут слышит одно и то же недоумение. Живем у моря, в Приморском крае рыбы не видим. Все уходит за рубеж, а то, что добирается до наших прилавков или по беспредельным ценам, или сомнительного качества. Кожемяка и сам отдал рыбной промышленности в Преображенской базе флота не один десяток лет, и поэтому в начале октября на конгрессе рыбаков предложил договориться между собой напрямую рыбакам, портовикам и торговым сетям, без посредников, лишь о нормальных ценах в пределах себестоимости, о массовых сортах рыбы – ментая, горбуша, камбаля, селедки. Сегодня мы запускаем большой проект после ряда согласований, которые были достигнуты в короткое время между рыбаками и торгово-проводящими сетями по проекту «Приморская рыба». Безусловно, это даст возможность видеть тех магазинов, кто вошел в соглашение «Приморскую рыбу» по доступной цене. В это даже трудно поверить в наших реалиях, но факт остается фактом. Уже на следующий день после этой договорной церемонии в супермаркетах появилась рыба по сниженным ценам. Продаем горбушу неразделанную по цене розничной – 110 рублей. Также у нас есть в наличии камбала – 95 рублей розничная цена, сель Тихоокеанская – 49 рублей и новоговорошонка – 45 рублей. Идея, с которой Кожемяка вышел к рыбакам, портовикам и торговле, не была каким-то ноу-хау. С неизвестными для экономических показателей потребительской активности эффектами, цифрами и последствиями, Кожемяка уже продвигал похожее соглашение на Сахалине. И уже несколько лет похожая программа со своей, конечно, островной спецификой там работает. Вы знаете, Олег Николаевич, когда пришел на Сахалин, он поставил ту же самую задачу. И он ее поставил очень просто перед рыбаками. Он нас всех собрал на рыбковском совете и сказал, «Ребята, вы что, не можете мне кормить свои семьи рыбой? Вам-то надо всего 10 процентов. Отдайте их по нормальной цене, никто не сказал за бесплатно». И был разработан проект «Доступная рыба». То, что сейчас здесь, как пилотный можно подназвать проект, то, что делает администрация Приморского края, мы внимательно смотрим, изучаем. Нам рыбаки готовы. Мы, по крайней мере, на этом проекте видим, что рыбаки готовы. Но для нас очень важно то, что мы сегодня услышали от сетей, от розницы. Словом, приморский опыт может еще оказаться востребованным и в других регионах, и у других участников процесса, не только тех, кто вошел в многостороннее соглашение 1 ноября. Владимир Ощенко, Павел Филатов, Александр Малыгин. Выводы. Отопительный сезон. Как прошел старт? Есть и слабые места. Еще одна заметная продовольственная тема. Импорт молока в Приморье настолько ощутим, что местной продукции не видно. Что может изменить ситуацию? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...